Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодняшняя наша лекция называется «Владимир Ильич Ленин. О соотношении экономической и политической борьбы пролетариата». Почему мы рассматриваем этот вопрос в курсе Красного университета? Во-первых, я думаю, что нет сомнений, почему мы интересуемся тем, что думал по этому поводу Владимир Ильич Ленин. Потому что Владимир Ильич Ленин, как вы знаете, это Маркс эпохи империализма и пролетарских революций. Владимир Ильич Ленин не только выдающийся теоретик марксизма, но и практик, который не только сформулировал определенные постулаты марксизма, так как они преломляются в эпоху империализма и эпоху пролетарских революций, но и на практике доказал истинность своих представлений, своих суждений, своих теоретических воззрений. Поэтому мы вполне можем полагаться на те знания, те представления, взгляды Владимира Ильича Ленина на данный вопрос. Почему мы рассматриваем экономическую и политическую борьбу пролетариата? Вы, люди уже все грамотные политически подкованные и знаете, что классовая борьба проходит в нескольких формах. Это борьба идеологическая, это борьба экономическая и борьба политическая. Идеологическую борьбу ведут прежде всего нерабочие, как вы понимаете, потому что рабочие заняты материальным производством и не могут самостоятельно выработать идеологию своего класса. Об этом писал Маркс. Соответственно, теоретики занимаются выработкой идеологем и борьбой в сфере идеологии. А пролетариат ведет непосредственно борьбу с классом капиталистов. И борьба эта проходит в основном в этих двух формах экономической и политической борьбы. В данном случае, в рамках этой лекции, мы понимаем пролетариат как класс наемных рабочих. То есть, людей, занятых непосредственно в материальном производстве, результатом труда которых является какое-то материальное благо. Это для того, чтобы не вызывало вопросов, о борьбе, кого мы говорим в данной лекции. Соответственно, почему встает вопрос вообще о соотношении экономической и политической борьбы? Почему мы их должны рассматривать вместе в данной лекции? Потому что и во времена Владимира Ильича Ленина, и в настоящее время нередко встречается точка зрения, и более того, это определенная линия даже в левом так называемом движении, когда экономическая и политическая борьба не только разрываются, но и противопоставляются друг другу. Мы знаем, что и во времена Ленина, и сейчас есть точка зрения, которая говорит о том, что экономическая борьба это удел, прежде всего, профессиональных союзов, это не то, чем должны заниматься коммунисты, не то, чем должны заниматься политические партии, а политическая партия, партия рабочего класса, коммунистическая партия должна заниматься непосредственно политической борьбой. При этом под политической борьбой в первую очередь почему-то понимается участие в политических мероприятиях правящего класса. То есть это разного рода выборы, прежде всего, предвыборные кампании, ну и так далее. Что говорит по этому поводу Владимир Владимирович Ленин? Начать я хотел с короткой цитаты, которая, собственно говоря, может быть, даже могла и подвести итог сегодняшней дискуссии. Но поскольку мы говорим не только о связи экономической и политической борьбы, но и о том, как они соотносятся в борьбе пролетариатов против класса предпринимателей, соответственно, мы попробуем сегодня развернуть это в более пространное изложение. Что пишет Владимир Владимирович Ленин? Марксизм связал в одно неразрывное целое экономическую и политическую борьбу рабочего класса и стремление авторов кредо отделить эти формы борьбы принадлежит к самым неудачным и печальным отступлениям их от марксизма. То есть мы видим уже даже по этой короткой цитате о том, что Владимир Владимирович Ленин вслед за Марксом ни в коей мере не отрывал экономическую борьбу от политической. Что он пишет? Точно так же не может быть и речи ни о каком коренном изменении практической деятельности на европейских рабочих партиях. Вопреки авторам кредо, громадное значение экономической борьбы пролетариата и необходимость такой борьбы были признаны марксизмом с самого начала. И еще в 40-х годах Маркс и Энглес полемизировали против утопических социалистов, отрицавших значение такой борьбы. Когда около 20 лет спустя образовалось Международное общество рабочих, вопрос о значении профессиональных рабочих союзов и экономической борьбы был поднят на первом же Конгрессе в Дженею в 1866 году. То есть мы видим, что этот вопрос ставился еще во времена Маркса. Вопрос о соотношении экономической и политической борьбы. Итак, резолюция этого Конгресса точно указала значение экономической борьбы, предостерегая социалистов и рабочих, с одной стороны, от преувеличения ее значения, знаметного у английских рабочих в то время, с другой стороны, от недостаточной оценки ее значения, что замечалось у французов и у немцев, особенно у сальянцев. Резолюция признала профессиональные рабочие союзы не только закономерно, но и необходимым явлением при существовании капитализма, признала их крайне важными для организации рабочего класса в его ежедневной борьбе с капиталом и для уничтожения наемного труда. Резолюция признала, что профессиональные рабочие союзы не должны обращать исключительно внимания на непосредственную борьбу против капитала, не должны сторониться от всеобщего политического и социального рабочего класса, их цели не должны быть узкими, а должны стремиться к всеобщему освобождению угнетенных миллионов рабочего люда. Вот таким образом. То есть, с самого начала этот вопрос поднимался, рассматривался, и в марксизме был дан однозначный ответ, каким образом должны соединяться экономическая и политическая борьба рабочего класса. Как мы знаем, экономическая борьба идет прежде всего непосредственно на предприятиях, непосредственно эта борьба охватывает коллективы рабочих, которые трудятся в материальном производстве, и борьба направлена прежде всего на непосредственного хозяина производства, соответственно, на собственника этого производства, собственника средств производства. Рабочие ведут эту борьбу, организованные в профессиональные союзы. Что по этому поводу пишет Владимир Ильич? Принимаем во внимание, что социал-демократия всегда признавала экономическую борьбу как одной из составных частей классовой борьбы пролетариата, что наиболее целесообразные организации рабочего класса в целях экономической борьбы являются, как показывает опыт всех капиталистических стран, широкие профессиональные союзы, что в настоящее время наблюдается широкое стремление рабочих масс в России сплачиваться в профессиональные союзы, что экономическая борьба может привести к прочному улучшению положения рабочих масс и к укреплению их истинно классовой организации лишь при условии правильного сочетания ее с политической борьбой пролетариата. Мы признаем и предлагаем съезду признать, что все организации партии должны способствовать образованию беспартийных профессиональных союзов и побуждать вступлению в них всех представителей данной профессии, входящих в состав партии. Что партия должна всеми мерами стремиться к тому, чтобы воспитывать участвующих в профессиональных союзах рабочих в духе широкого понимания классовой борьбы и социалистических задач пролетариата, чтобы завоевывать своей деятельностью фактически руководящую роль в таких союзах и, наконец, чтобы эти союзы могли при известных условиях прямо примыкать к партии, отнюдь, однако, не исключая из своего состава непартийных членов. То есть здесь мы видим, что Владимир Ильич прямо излагает необходимость участия партии не только в организации рабочих союзов, но и в том, что члены партии должны входить в эти союзы, работать внутри профессиональных союзов и тем самым непосредственно принимать участие в экономической борьбе пролетариата. Но, помимо того, поскольку партия соединяет научный социализм с рабочим движением, она должна поднимать это профсоюзное движение на более высокий уровень и, соответственно, открывать новые возможности и давать перспективу этой борьбы. Каким образом это происходит? По словам Маркса, всякая классовая борьба есть борьба политическая, но всякая ли борьба является борьбой классовой? То есть индивидуальный протест работника или рабочего против несправедливых условий труда, несправедливая оплата труда является классовой борьбой уже? Нет, еще классовой борьбой не является. Выступление отдельной группы рабочих против условий на своем производстве тоже еще не является классовой борьбой. Классовая борьба начинается тогда, когда она охватывает уже значительную часть класса, значительную часть класса. То есть она поднимается до уровня класса, уходит, вернее, становится борьбой не только отдельных лиц и отдельных коллективов, но, собственно говоря, становится борьбой значительной части или всего класса. Что пишет Ленин по этому поводу? Известно, что глубокие слова Маркса о том, что всякая классовая борьба есть борьба политическая, оппортунисты, порабощенными идеями либерализма, понимали превратно и старались истолковать извращенно. Число оппортунистов принадлежали, например, экономисты, старшие братья ликвидаторов. Экономисты думали, что любое столкновение между классами есть уже политическая борьба. Экономисты признавали поэтому классовой борьбой борьбу за пятачок на рубль, не желая видеть более высокой, развитой, общенациональной классовой борьбы за политику. Экономисты признавали таким образом зачаточную классовую борьбу, не признавая ее в развитом виде. Экономисты признавали, иначе говоря, в классовой борьбе лишь то, что было наиболее терпимо с точки зрения либеральной буржуазии, отказываясь идти дальше либералов, отказываясь признавать более высокую для них неприемлемую классовую борьбу. Экономисты превращались этим в либеральных рабочих политиков. Экономисты отказывались этим от марксистского революционного понятия классовой борьбы. Наверное, несколько слов нужно сказать о том, кто такие экономисты. Экономисты – это определенное течение в марксизме, которые как раз и стремились к тому, чтобы разделить борьбу политическую и борьбу экономическую, оставив экономическую борьбу рабочим и профессиональным союзам, а политическую борьбу предлагали предоставить профессиональным политикам, которые будут отдельно от рабочего класса бороться за его интересы. Но поскольку, так сказать, напрямую это выглядело слишком уж у бога, вот экономическая борьба рабочих на отдельных предприятиях, не поднимающаяся до политической борьбы, также ими, так сказать, они пытались выдать за борьбу политическую. Но классовая борьба становится настоящей, последовательной, развитой лишь тогда, когда она охватывает область политики. В политике можно ограничиться мелкими частностями, можно идти глубже, вплоть до основного. Марксизм признает классовую борьбу вполне развитой, общенациональной, лишь тогда, когда она не только охватывает политику, но и в политике берет самое существенное – устройство государственной власти. То есть мы видим, что Владимир Ильич Ленин в любой момент видел всю перспективу борьбы. И начиная от самых, так сказать, начальных форм до более развитых форм экономической борьбы и неизбежность перехода борьбы в борьбу политическую. Но экономическая борьба не переходит в политическую сама по себе. Для того, чтобы она действительно стала политической, необходимо участие политических партий. И если речь идет о борьбе пролетариата, то это участие партии рабочего класса, коммунистической партии. Потому что без коммунистической партии экономическая борьба неизбежно скатывается в трет юнионизм и сводится, по сути дела, к торгу за заработную плату и за лучшие условия труда между наемными рабочими и капиталистами. Соответственно, Ленин об этом пишет, что такой характер борьбы вполне устраивает класс капиталистов. И мы видим, что в развитых капиталистических странах это вполне нормальная практика. То есть экономические забастовки происходят постоянно. Есть организации, есть коллективы, которые бастуют чуть ли не прерывно, то в одном филиале, то в другом происходят забастовки. И, в общем-то, никто их не разгоняет пулеметами, не сажает зачинщиков в забастовок тюрьму. Это вполне легальный, вполне законный процесс. И мы видим также, что это не ведет ни к созданию массовой партии рабочего класса, ни к созданию советов, ни к переходу диктатуре пролетариата. Почему так происходит? Потому что этот процесс контролируется и регулируется буржуазными партиями. Верхушка профсоюзов, как правило, находится в определенном ковре с правящим классом, с представителем правящего класса. И здесь идет действительно торг о том, кто пересилит. То есть обычная конкурентная борьба. В данном случае между продавцами рабочей силы и ее покупателем. Почему же у нас, собственно говоря, нет этого? Казалось бы, в общем, тоже у нас 30 лет капитализма, но тем не менее, вот такой явной, открытой забастовочной борьбы мы не видим. Причина здесь несколько. Причина здесь довольно сложный, отдельный, комплексный вопрос. Но причина здесь кроется, можно сказать, не в забастовочном законодательстве. Потому что у нас забастовочное законодательство, хотя и затрудняет вступление в забастовку, но не делает его невозможным. Более того, забастовка достаточно хорошо прописана. То есть есть определенный алгоритм, есть определенная процедура, которую при наличии воли со стороны коллектива можно пройти весь этот путь. И мы знаем, есть примеры коллективов, которые прошли этот путь до забастовки и в том числе одержали победы. Другое дело, что довольно давно мы не видим таких примеров успешных забастовок. Но тем не менее, в не таком далеком прошлом они были. Это докеры, прежде всего, это диспетчеры, это рабочие завода Ford, который закрыт теперь. Но вот в ближайшие, скажем так, в последние годы похвастаться здесь особо нечем. Похвастаться этим особо нечем. Тем не менее, вопрос о том, как подготовить забастовку, как провести забастовку, все время обсуждается и поднимается в том числе на такой площадке, где встречаются рабочие со всей страны. Это Российский комитет рабочих. И те из вас, кто интересуется рабочим движением, я думаю, что видели записи из семинаров Российского комитета рабочих, которые проходят два раза в год в Нижнем Новгороде, весной и осенью, где обсуждаются самые насущные вопросы рабочего движения, в том числе и вопросы организации забастовки. И опять же, те из вас, кто следит за работой Российского комитета рабочих, может говорить о том, что, может видеть то, что, собственно, докладов о успешно проведенных забастовках в последние годы там тоже нет. Тоже нет. Для того, чтобы началась забастовка, должен быть организован коллектив. Но начало, как мы знаем, начало экономической борьбы происходит немножко по-другому. То есть не начинается экономическая борьба непосредственно за бастовку. Здесь надо провести небольшой экскурс в историю. Мы знаем, что протесты против условий труда начались сразу с момента организации капиталистической формы производства. В начале эти протесты носили стихийный характер. И Владимир Ильич Ленин пишет о том, что возникновение классовой борьбы в этих условиях неизбежно. Поскольку при капитализме никто не может избежать обмена, постоянно работники и капиталисты вступают в отношение обмена, соответственно, это столкновение приводит к столкновению интересов, обмен приводит к столкновению интересов и порождает противоречия, которые разрешаются путем классовой борьбы. В самом начале это выражается в том, что возникает смутное чувство ненависти против своих эксплуататоров. Борьба выражается в отдельных восстаниях рабочих, разрушении зданий, лом, так сказать, разрушении машин в огробах и так далее. Это первая начальная форма рабочего движения. И Владимир Ильич Ленин пишет о том, что она была необходима, потому что ненависть к капиталисту всегда и везде являлась первым толчком к пробуждению у рабочих стремлений к защите себя. Ну вот, наверное, одной из причин того, что сейчас рабочее движение недостаточно развито, недостаточно активно, является то, что по сути ненависти, наверное, современные рабочие к капиталисту особо не испытывают. Пока еще не успели почему-то проникнуться ненавистью. К капиталисту, может быть, потому что они осознают в действительных причин своего положения и в том, что действительно капитализм является причиной всех бед и несчастий, которые происходят не только с каждым в отдельности, но и со всей нашей страной. Я не хочу призывать к тому, чтобы возвращаться к начальной стадии рабочего движения и к первоначальным формам. Уже давно это пройдено, давно это пережито. Но тем не менее, по крайней мере, классовое чувство должно пробудиться, и надо в себе его воспитывать, потому что иначе без этой энергии внутренней, без понимания того, что в борьбе обретешь ты право свое, ничего не получится сдвинуть с мертвой точки. Да, Владимир Ильич, я им писал, что из этой первоначальной формы русское рабочее движение уже выросло. Вместо смутной ненависти капиталисту рабочие стали уже понимать враждебность интересов класса рабочих и класса капиталистов. Вместо неясного чувства угнетения они стали уже разбирать, чем именно и как именно давит их капитал, и выстают против той или другой формы угнетения, ставя предел давлению капитала, защищая себя от алчности капиталистов. Вместо мести капиталистам они переходят теперь к борьбе за уступки, они начинают выставлять одно требование за другим и к классу капиталистов и требуют себе улучшения условий работы, повышения платы, сокращения рабочего дня. Каждая стачка сосредотачивает все внимание, все усилия рабочих то на одном, то на другом условии, в которые поставлен рабочий класс. Каждая стачка вызывает обсуждение этих условий, помогает рабочим оценить их, разобраться, в чем состоит тут давление капитала, какими средствами можно бороться против этого давления. Каждая стачка обогащает опыт всего рабочего класса. Если стачка удачна, она показывает ему силу объединения рабочих и побуждает других воспользоваться успехом товарищей. Если она неудачна, она вызывает обсуждение причин неуспеха и изыскания лучших приемов борьбы. В этом начавшем теперь повсюду в России переходе рабочих к неуклонной борьбе за свои насущные нужды, борьбе за уступки, за лучшие условия жизни, заработка и рабочего дня заключается громадный шаг вперед, сделанный русскими рабочими. И на эту борьбу, на содействие ей должно быть обращено поэтому главное внимание социал-демократической партии и всех сознательных рабочих. Борьба эта ставит, выводит рабочие движения на прямую дорогу и служит верным залогам его дальнейшего успеха. На этой борьбе массы рабочего людя учатся. Во-первых, распознавать и разбирать один за другим приемы капиталистической эксплуатации, соображать их и с законом, и своими жизненными условиями, и с интересами класса капиталистов. Разбирая отдельные формы и случаи эксплуатации, рабочие научаются понимать значение и сущность эксплуатации ее в целом. Научаются понимать тот общественный строй, который основан на эксплуатации труда капитала. Соответственно, если нет борьбы, если борьба не ведется, то и понимания не возникает. Мы разбираем эти вопросы теоретически, мы рассматриваем это в цикле Красного университета, разбираем это на университете рабочих корреспондентов, работает кружок по изучению капитала, работает Российский комитет рабочих, но без действительной борьбы, без столкновения непосредственно с классом капиталистов, эта наука остается бесплодной, к сожалению. Во-вторых, на этой борьбе рабочие пробуют свои силы, учатся объединению, учатся понимать необходимости и значения его. Расширение этой борьбы и учащение столкновений ведет неизбежно к расширению борьбы, к развитию чувства единства, чувства своей солидарности сначала среди рабочих данной местности, затем среди рабочих всей страны, среди всего рабочего класса. В-третьих, эта борьба развивает политическое сознание рабочих. Борьба рабочих с фабрикантами за их повседневные нужды сама собой неизбежно наталкивает рабочих на вопросы государственные, политические, на вопросы о том, как управляется русское государство, как издаются законы и правила и чьим интересам они служат. Нам возникает вопрос, как понять, те требования, которые выдвигаются рабочими, они еще экономические или уже становятся политические. Например, требование сокращения рабочего дня до 6 часов при сохранении заработной платы является требованием политическим или является потребованием экономическим. С одной стороны, вроде как это чисто экономическое требование, потому что при сохранении заработной платы сокращается рабочий день, соответственно, почасовая заработная плата увеличится. То есть это увеличение заработной платы, с одной стороны. С другой стороны, это улучшение определенных условий труда, потому что время отдыха увеличивается, соответственно, можно лучше восстановиться после работы, и это способствует оздоровлению в какой-то степени рабочих. Но, с другой стороны, высвободившееся время может стать свободным. Для того, чтобы оно стало свободным, оно должно быть потрачено для своего развития. А вот свободное время уже может быть потрачено, в том числе для изучения марксизма, для организации профсоюзной работы, для планирования дальнейших шагов по борьбе с классом капиталистов, потрачено для того, чтобы организовать советы и, так сказать, в рамках советов ввести, вернее, с помощью советов ввести уже политическую борьбу. Но это мы говорим о, собственно говоря, о результатах реализации от этого требования, если добились сокращения рабочего дня до шести часов. А как сделать из экономического требования, требования политические? Для того, чтобы оно стало политическим, это требование должно выставляться не одним коллективом, а должно выставляться множеством коллективов. И когда это требование будет включаться в коллективные договора многих предприятий, когда путем коллективных действий, соответственно, коллективы будут добиваться этого, это будет реализовано, скорее всего, так оно и произойдет. Мы знаем, этому были исторические примеры, то есть это может быть закреплено в форме закона. Ну, или, допустим, превентивный шаг какой-то со стороны правительства, которое для того, чтобы снизить накал борьбы за это требование, пойдет на то, чтобы законодательно сократить рабочие деньги. Ну, мы знаем, примеры такие были, собственно, в истории. То есть активная стащичная борьба в начале прошлого века, она привела к тому, что появились фабричные законы, появилось ограничение рабочего дня, законодательное ограничение рабочего дня до 11,5 часов, хотя на самом деле на отдельных предприятиях рабочие уже в ходе забастовок добились и большего сокращения, но тем не менее, значит, в ответ на забастовочную борьбу правительство было вынуждено пойти на такие меры и принять законы, которые регулировали, соответственно, жизнь рабочих условий в этом производстве. Вот таков путь преобразования экономических требований в требования политические. Именно поэтому на Российском комитете рабочих вырабатываются рекомендации для рабочих коллективов. Прежде всего, они предназначены для всех, конечно, рабочих коллективов, но прежде всего для тех, кто направил своих представителей на Российский комитет рабочих, потому что для делегирования на Российский комитет рабочих уже требуется собрать хотя бы небольшую группу единомышленников, которые, по крайней мере, подпишут направление своему делегату, должно собраться не менее пяти рабочих. Уже создается какая-то небольшая инициативная группа, которая может вести работу в этом направлении на своем предприятии. Что может сделать в этом случае партия рабочего класса? Партия рабочего класса. В чем состоит помощь, которая может оказать партия классу в борьбе рабочих? В развитии классового самосознания рабочих посредством содействиями в борьбе за свои наиболее насущные нужды. То есть Ленин прямо пишет о том, что партия должна помогать бороться рабочим не только за коренные интересы, но и непосредственно бороться за свои наиболее насущные нужды. Вторая помощь должна состоять, как говорится в программе, в содействии организации рабочих. Та борьба, которую мы сейчас описали, требует необходимой организации рабочих. Организация становится необходимой и для стачки, чтобы успешнее вести ее, и для сбора в пользу стачечников, и для устройства рабочих касс, и для агитации среди рабочих, распространение среди них листков и объявлений, воззваний и т.д. Еще более необходима организация, чтобы защитить себя от преследования полиции и жандармерии, чтобы скрыть от них все соединения рабочих, все их сношения, чтобы устроить им доставку книг, брошюр, газет и т.д. Помощь во всем этом, такова вторая задача партии. То есть, первое, помощь в развитии классового самосознания и помощь в борьбе за насущные нужды. Второе, это участие непосредственно в организации рабочих. И партия рабочего класса должна этим заниматься. Как этим можно заниматься? Только находясь среди рабочих. Других вариантов нет. Третья помощь состоит в указании настоящей цели борьбы. То есть, в разъяснении рабочим того, в чем состоит эксплуатация труда капиталом, на чем она держится, каким образом частная собственность на землю и орудие труда ведет к ниществу рабочих масс, заставляет их продавать свой труд капиталистам и отдавать им даром весь излишек, производимый трудом рабочего сверх его содержания. В разъяснении далее, как эта эксплуатация неизбежно ведет к классовой борьбе рабочих с капиталистами, каковы условия этой борьбы и ее конечные цели. Одним словом, в разъяснении того, что вкратце было указано в этой программе. Ну, собственно говоря, это и есть соединение научного социализма с рабочими движениями. Поскольку разъяснение – это как раз уже сфера идеологии. Что значит, что борьба рабочего класса есть борьба политическая, пишет Владимир Владимирович. Это значит, что рабочий класс не может вести борьбу за свое освобождение, не добиваясь влияния на государственные дела, на управление государством, на издание закона. Таким образом, как ее образом может повлиять? Повлиять прежде всего через свою борьбу. Об этом я уже говорил. Далее. Следующий момент. Владимир Ленин приводит очень хороший пример того, как экономическая борьба приводит к возникновению политических требований. И речь идет о революции 1905 года. Здесь мы знаем, что тогда стачки были по всей России. И Владимир Владимирович Ленин рассматривает соотношение стачной борьбы у двух групп рабочих. Это металлисты и текстильщики. Металлисты являются наилучшими оплачиваемыми, наиболее сознательными, наиболее культурными пролетариями. Текстильные рабочие, количество которых в России в 1905 году больше, чем в два раза с половиной превышало количество металлистов, представляют самую отсталую, хуже всех других оплачиваемую массу, которая часто еще не порвала окончательно свои связи со своей крестьянской родней в деревню. Значит, что здесь мы видим? Владимир Владимирович Ленин написал о том, что текстильщики представляют собой отсталую массу, которая связана еще с деревней. Но мы знаем, что советы были созданы в первую очередь не металлистами, а первые советы были созданы, как вы знаете, в Иваново, в Вознесенске, да, и поставали там именно рабочие текстильных предприятия. Вот эта связь с деревней и, так сказать, живые воспоминания еще об общении, они как раз и способствовали тому, чтобы, тому, что были созданы советы, потому что, как правильно говорит Александр Сергеевич Казенов, коллективы, рабочие коллективы, трудовые коллективы представляют собой производственные общины, производственные общины. И не случайно поэтому именно среди текстильщиков были созданы советы. Но что пишет по этому поводу Владимир Владимирович? Забастовки металлиста в течение всего 1905 года дают перевес политической забастовки надэкономической, хотя в начале этого года преобладание далеко еще не так велико, как в конце года. Наоборот, у текстильщиков мы наблюдаем в начале 1905 года колоссальное преобладание экономических забастовок, которые только в конце года сменяются преобладанием политической забастовки. Отсюда с полной ясностью вытекает, что только экономическая борьба, только борьба за немедленное, непосредственное улучшение своего положения способна встряхнуть наиболее отсталые слои эксплуатируемой массы, дает им действительное воспитание и превращает их в революционную эпоху в течение немногих месяцев в армию политических борцов. Я думаю, что тут комментарии излишни. Значит, пренебрегать экономической борьбой ни в коем случае нельзя. политическая борьба не происходит непосредственно из экономической. Есть работа Ленина, где он критикует такой подход, что, дескать, из экономической борьбы, как так сказать, путем самозарождения возникает борьба политическая. То есть политические требования и перспектива борьбы должна вноситься все-таки в рабочее движение, она должна вноситься со стороны коммунистической партии. и здесь мы неизбежно сталкиваемся с тем, что отсутствие в настоящее время партии рабочего класса как насущного бытия как раз и оказывает то такое негативное влияние на ход забастовочной борьбы и вообще классовой борьбы российского пролетариата. Почему так происходит? Происходит это потому, что в сознании, в общественном сознании, господствует идеология господствующего класса. Господствует идеология господствующего класса это в буржуазном обществе буржуазные идеологии. Соответственно, капиталисты находятся в власти, класс капиталистов находятся у власти и борьба уже идет с одной стороны внутри класса, насколько это возможно в наших условиях, ну и борьба идет естественно с внешними капиталистами других стран. Но в целом, в общем-то, в настоящее время положению буржуазии ничего не угрожает, по большому счету, да. И Владимир Ильич Ленин пишет об этом, вот о таком положении дел в статье «Социалистическая партия и беспартийная революционность». Пишет он о том, что беспартийность есть порождение, если хотите, выражение буржуазного характера нашей революции. Буржуазия не может не тяготить к беспартийности, ибо отсутствие партии среди борющихся за свободу буржуазного общества означает отсутствие новой борьбы против этого самого буржуазного общества. Кто ведет беспартийную борьбу за свободу, тот либо не сознает буржуазного характера свободы, либо освещает этот буржуазный строй, либо откладывает борьбу против него, усовершенствование его до греческих колен. и наоборот, кто сознательно или бессознательно стоит на стороне буржуазного порядка, тот не может не чувствовать влечения к идее беспартийности. Поэтому мы видим, что и те партии, которые создала российская буржуазия, они, в общем-то, по большому счету не являются партиями в полном смысле этого слова, потому что они никакой политической борьбы не ведут. У нас есть правящая партия, самая крупная, Единая Россия, и несколько партий, которые создают такую иллюзию политической борьбы. Основная задача этих партий – перетянуть на себя часть голосов для того, чтобы получить государственное финансирование, по большому счету. Вы знаете, что партии, которые пришли в Думу, они получают государственное финансирование. Поэтому вся эта борьба, она сводится, собственно говоря, за... даже не за дележку мест каких-то, не за то, чтобы получить возможность формировать правительство, а идет борьба, собственно говоря, за финансы, чисто по большому счету. Это же касается не только партий буржуазных, но и мелкобуржуазной партии, которая является КПРФ. Является КПРФ. То есть, об этом именно пишет Владимир Ильич. Политическое безразличие есть политическая сытость. Безразлично, равнодушно относится к куску хлеба человек сытый. Головный же всегда будет партийным в вопросе о куске хлеба. Безразличие и равнодушие к куску хлеба означает не то, чтобы человек не нуждался в хлебе, а то, что человеку всегда обеспечен хлеб, что он никогда не нуждается в хлебе, что он прочно пристроился к партии сытых. Беспартийность в буржуазном обществе есть лишь лицемерное, прикрытое, пассивное выражение принадлежности к партии сытых, к партии господствующих, к партии эксплуататоров. Беспартийность есть идея буржуазная, партийность есть идея социалистическая. Это положение, в общем и целом, применимо ко всему буржуазному обществу. Конечно, надо уметь применять эту общую истину и к отдельным частным вопросам, и к частным случаям. Но забывать эту истину в то время, когда все буржуазное общество в целом оставит против крепостничества самодержавия, значит, современно отказывается на деле от социалистической критики буржуазного общества. Да, тогда шла борьба против самодержавия. Сейчас самодержавия как угрозы нет, соответственно, буржуазия со стороны рабочего класса тоже не чувствует угрозы. Буржуазия, по крайней мере, России. Соответственно, рабочий класс должен чувствовать эту угрозу. Собственно говоря, каждый день он испытывает на себе последствия капиталистической эксплуатации. Поэтому вопрос создания партии рабочего класса и борьбы посредством своего авангарда является вопросом жизни и смерти не только для пролетариата, но и для всего нашего общества. Ну, наконец, вопрос, который также необходимо рассмотреть в этой лекции, это вопрос, когда, именно вопрос о соотношении экономической и политической борьбы. Что мы говорим, когда говорим о соотношении? Это то, что выдвигается на первый план. Должна ли выдвигаться на первый план экономическая борьба, или должна выдвигаться на первый план политическая борьба. Владимир Ильич Ленин пишет о том, что это зависит от конкретных исторических условий. Причем как в стране, так в конкретной местности, так и на конкретном, вплоть до конкретного предприятия. В каком случае политическая борьба выходит на первый план? Когда в обществе отсутствуют политические свободы, когда нет возможности для нормального политического процесса. Тогда на первый план выходит борьба политическая за завоевание политических свобод. Понятно, что в буржуазном обществе это буржуазные свободы. В России сейчас остро вопрос политической свободы не стоит. Мы с вами здесь встречаемся, свободно обсуждаем вопросы марксизма, вопросы создания партии рабочего класса. Имея возможность критиковать правящий класс и его деятельность по отношению к рабочему классу, это раз. Никаких препятствий для создания партии рабочего класса нет, кроме отсутствия воли в классе для создания такой партии. Но ни юридических, ни, так сказать, прежде всего, да, ни юридических, ни организационных, никаких препятствий к этому не существует. Далее. В сфере идеологии. У нас официально идеологии нет по Конституции, да, никакой. Ну, это не значит, что на самом деле ее нет. Мы понимаем, что в классовом обществе идеология есть всегда. И это идеология правящего класса. Но нет запрета на коммунизм, да, не говоря там о коммунистической символике, ни о каких запретах на коммунизм. И активного, агрессивного антикоммунизма в нашей стране тоже нет. Пока нет. Но если, так сказать, рабочий класс будет продолжать спать, то он появится неизбежно. Мы видим это на примере, так сказать, соседнего государства. Что происходит, когда рабочий класс не ведет борьбу с классом в образе? Сути дела. Значит, далее. Что касается организации рабочего класса. Нет никаких препятствий для создания профсоюзов. Закон есть, да, есть возможность фактическое создание профсоюзов. Есть действующие профсоюзы на предприятиях. Другое дело, что действуют они зачастую не в интересах работников. Но опять же, нет никаких препятствий для того, чтобы работники, рабочие взяли эти профсоюзы в свои руки и начали осуществлять руководство, так сказать, и заставили руководство этих профсоюзов либо переизбрать его, либо действующие, так сказать, имеющиеся руководство ставить действовать в интересах коллектива. Чего для этого не хватает? Не хватает для этого воли. Опять же, да. И понимание того, что без объединения, без совместных действий никаких результатов не достичь. Следующий момент. Нет юридических препятствий, нет преград, скажем так, непреодолимых преград в проведении забастовки. В создании забастовочных комитетов и проведении забастовки. Да, это сложно, это требует организации, это требует прохождения ряда процедур, это занимает достаточно длительное время, но это вполне преодолимо. Соответственно, есть возможность проводить забастовки, есть возможность создавать забастовочные комитеты, нет никаких препятствий для создания советов как объединений забастовочных комитетов. А это уже, как вы знаете, это уже зачатки органов диктатуры пролетариата. Революционной диктатуры пролетариата, будем говорить так. Соответственно, что мешает? То есть необходимости непосредственно сейчас бороться за политические свободы и права нет. Поэтому на первый план должна выходить, соответственно, борьба экономическая. По тем причинам, по тем основаниям, о которых мы сегодня уже говорили. Потому что это пробуждает активность, это пробуждает политическое сознание, это дает неоценимый опыт борьбы как удачные забастовки, так и неудачные дает такой опыт. И, конечно, для подъема рабочего движения очень не хватает сейчас примера именно удачной проведенной забастовки и хорошего, грамотного коллективного договора, который будет заключен в результате коллективных действий. Когда такой пример появится, я думаю, что можно надеяться на то, что рабочее движение выйдет на новый уровень, рабочий класс проснется, ну и, соответственно, здесь появится необходимость уже, вернее, необходимость уже есть давно, но почувствует потребность в создании своей партии для того, чтобы выражать свою политическую волю, добиваться действительно улучшения своего положения в обществе и добиваться реализации своих коренных интересов, которые состоят в создании бесклассового общества, обеспечении полного благосостояния и свободного всестороннего развития каждого члена общества. Благодарю за внимание. Перерыв. По поводу металлистов предскочения, где нам дальше все показывает скорость вовлечения тех или иных, то есть как раз связь с крестьянством, с крестьянством показывает их долгую вовлеченность, пока долетит, грубо говоря, в Ульгавр, для тех, кто, допустим, некоторое время проводит в деревне, где-то занимаясь своими делами, это будет расстаться, и поэтому, например, металлисты начали баставать, и вся масса их практически одновременно начинает с другими же слоями рабочих. Очень долго попытается. Потому что они отходят, как сказать, и взяли все домой. Концентрация разжая. Здесь, на самом деле, металлисты тоже неоднородная группа, на самом деле. То есть, на том же самом металлическом заводе там есть, собственно говоря, металлообработчики, есть плитейщики и так далее. Профессиональные продукты. Да, то есть, соответственно, если взять, есть такая хорошая книжка «История Путиловского завода», вот там хорошо это показано, что, допустим, токари и другие металлообработчики, они как бы более склонны к забастовке, а литейщиков, они там пришлось снимать просто с работы, потому что они не хотели бы уставать. Поэтому здесь тоже все далеко не однозначно. Другое дело, что металлисты, еще надо понимать, что металлисты находятся, ну, в... Да, во-первых, они находятся в городах крупных. Да, соответственно, там больше с ними работали те же самые социал-демократы, и вообще любые политические организации в большей степени. Это раз. Ну, уровень образования тоже, конечно, сказывается, естественно. Ну, и они более организованы уже по своему характеру труда. Потому что без организации невозможно сложные... Два и сложные изделия из металла. А ткачит, да, там... Он на станке работает, каждый на своем станке, в принципе, они между собой не очень сильно взаимодействуют, в большом счете. А вам не кажется, что жизнь в городе она вообще способствует общению людей, в принципе, самому себе? Ну, вот говорят, что когда люди въехали в Крущевку еще там в 60-е годы, ну, только-только, да, там они собирались, собирались по дворе, играли на гармошке, ну, то, что играли на фитоминоиде, я еще помню, там, в детском седе. А сейчас в подъезде живут, в подъезде никто никого не знает. Жизнь будет какое-то состояние. Ну, как бы сейчас опустил, в подъезде тоже начнет опущаться. Вот. Вот это да. Придется. Ну, мы знаем, что цивилизация начинается с городов. Там, где нет городов, там еще нет цивилизации. Вот это сознание, просто вы сказали про ткачей, монталистов. Я вспомнил вот эти гармошки у Хрущева. Вот, на самом деле, да, здесь, здесь некоторое противоречие-то есть, на самом деле. И Ленин, когда писал эту статью, он еще, на самом деле, не, ну, еще вот, не осознал значение и роль Советов. Да, кстати. В этой статье еще практически про Советы ничего не говорится. Все ранее, все экономисты, гражданская война. И вот этот, и это заметно, кстати, да. Да, у Минталистов были политические, так сказать, требования, политические забастовки, но, тем не менее, Советы создали ткачей. Как ни крути, это факт исторический. Сейчас, конечно, разобщенность тоже играет большую роль, хотя, с другой стороны, не заскажешь, чтобы люди на работе были разобщены. Все же общаются между собой. И, извините меня, когда там надо что-то замутить, типа сверхурочных, так сказать, выйти в субботу, там, в общем, даже люди объединяются. Если кто-то против, начинается давление со стороны коллектива. То есть, когда речь идет о том, что нужно действовать в интересах буржуазии или, так сказать, в сиюминутных каких-то, в общем, люди хорошо объединяются. Или, допустим, кто-то получил тоже пример. Да, вроде все разобщены, но, вот, человек получает травму на производство. Начинает там, к нему мастер подходит, говорит, давай, ты напишешь, что ты не на производстве, а дома получил травму. Мы тебе там денег заплатим, все как положено. Если человек отказывается, его начинают, уже не только мастеры, он начинает весь коллектив, говорит, ты что это, давай, если ты заявишь, как производственную травму, нас, весь, всю бригаду решат премии. Потому что мы допустили нарушение правил технического безопасности. И все прекрасно объединяются, идут, так сказать, этого несчастного, который мало того, что травмирован, так он еще и, значит, получает моральное давление, да, вместо поддержки со стороны своего коллектива. Поэтому объединение происходит, только объединение происходит не в интересах рабочих, а в интересах класса капиталистов. А кто ходит на эти профсоюзные собрания или конференции, так сказать, голосует дружно за кол договора, которые выгодны работодателю? Отражение не наше обещание. Что? Ну да, там много. То есть это люди организованы, но их организовывает работодатель. Не сами организовались внутри себя для осуществления своих интересов, а работодатель их прекрасно организует и направляет другой вопрос, немножко чуть-чуть с другой стороны. с точки зрения общей экономической ситуации и работы предприятия конкретно и вообще в принципе в среднем. Вот тут было сказано, что норма эксплуатации 700%. Я не знаю, это в среднем или так. Где как? Просто насколько, каков предел улучшение своего экономического плодосостояния? Чем? Кому? Рабочим? Ну сколько пробуга. Потому что предприятие стонут экономикой, там еле еле там надо дышать. Если работать еще чуть-чуть все побольше во избор, то что вообще все встанет? Ну условно. Ну смотрите, здесь да, экономика вроде, вот все говорят, что экономика дышит, наладан дышит, да, там предприятие все в убытках. Но тем не менее вывоз капитала за рубеж вывод, вернее, вывод продолжается в день. День, конечно. Вывод денег продолжается с трофическими темпами. То есть все, что можно вывезти отсюда, все вывозится. Поэтому неудивительно, что предприятие находится в таком состоянии. Потому что если амортизационных отчислений нет, там развития производства нет, идет просто выкачивание ресурсов. и по сути дела все деньги, которые не относятся к заработной плате, они рано или поздно оказываются за рубежом. А то, что попадает рабочим в виде заработной платы, это расходуется внутри страны. Деньги начинают вращаться внутри экономики. Поэтому на самом деле увеличение заработной платы способствует подъему экономики. Такое дело, что, конечно, есть и этого предела. Это понятно, что в рамках капитализма улучшение положения рабочих, оно всегда носит ограниченный характер. И все победы носят временный характер. Поэтому речь идет о том, что Партия должен завоевать политическую власть. Без этого он не улучшит кардинальное свое положение. Мы уже начинаем. Продолжение немножко. Леди по-моему до спины приводил в расчет коэффициента эксплуатации на то время. При 10-часовом рабочем дне, округляя, 50% рабочих работал на себя, 50% на капиталист. А сейчас 7 к 1 1 к 7 получается эксплуатация настолько выросла? Как-то немножко нестит. это очевидно. Да. Это вопрос с цифрами в руках. Я думаю, что лучше всего Виктор Иванович бы вам объяснил это. Но суть-то в чем, что по мере роста производительности труда приводит к тому, что стоимость рабочей силы становится меньше. Соответственно, за меньшее время рабочий вырабатывает свою заработную плату, остальное время, это уже прибавочное время. Он вырабатывает прибавочную стоимость. И, соответственно, чем больше будет расти производительность труда, тем норма эксплуатации будет увеличиться. другое дело, что растет, понятно, что уровень жизни вырос с начала прошлого века, он рос примерно до 60-х годов на самом деле, до 20-го века. После этого фактически рост уровня жизни работников прекратился. а сейчас он вдруг ухудшается. Необходимый может уменьшаться и может еще и увеличиваться. Не имеет. Для рабочих необходимый труд, конечно, он может меняться в зависимости от условий, естественно. От развития самого капитала. А что вы имеете ввиду? Ну, капитализм противоречивства развития, допустим, отсутствия развития капитализма является отсутствием проявления забастовочной борьбы? капитализм капитализм никуда развиваться уже не может. Это он реакционен уже по сути дела. Свою прогрессивную роль он сыграл. Никакого развития дальше капитализма не будет. Он достиг своей высшей стадии стадии империализма. После стадии империализма что идет? Между социализмом и империализмом нет никаких уже переходных стадий. Поэтому никуда он больше не разовьется. Он загнивает. Желенин как характеризует современный капитализм империализм? Как загнивающий. Поэтому он может только загнивать. Ждать никакого развития не приходится. Что касается забастовочной борьбы, то нас забастовочная борьба интересует не с точки зрения развития капитализма, который мы не собираемся развивать, а с точки зрения обретения политической воли пролетариатам и последующим завивания политической воли. Почему собственно говоря и все усилия классы капиталистов направлены на то, чтобы не дать рабочим объединиться и осуществить то, к чему они предназначены всем ходом исторического развития. Чем отличается стачка до гастовки? Это просто название другое на самом деле. стачка это и есть забастовка. Мне казалось, что стачка это забастовка именно с политическими требованиями. Забастовка может быть просто повышенный опал всех урочных. стачка стачка стоят стоят не дело в том, что если мы возьмем современное определение забастовки, которое есть в российском законодательстве, то это частичное или полное прекращение работы по инициативе работников. политических ни забастовок, ни стачек в России официально быть не может. Соответственно, никакие политические требования в ходе... то есть все забастовки по современной законодательству они являются экономическими. По сути. Поэтому мы и говорим о том, что экономические требования для того, чтобы они стали политическими, они должны просто выходить на уровень класса. Тогда они становятся... О политических требованиях ничего не сказано или прямо скажем, что они запрещены? Запрещены. Забастовки. Можно вопрос? Да, Второй час посвящен как раз вопросам консультаций. Забастовка и стачка это одно и то же. Ну, вот только что мы этот вопрос обсудили. Да, ну, может быть, есть какие-то... Стачка уже сейчас это архаичное, собственно говоря, название по большому счету. Слово стачка сейчас не используется. Хотя забастовка тоже зачастую слово забастовка используется не в строгом юридическом смысле этого слова. Например, не выплата заработной платы. Не выплата заработной платы и работники какого-то предприятия прекращают работу до выплаты заработной платы, до погашения задолженности. Ну, и во всех новостях и в газетах сразу пишут. Началась забастовка там по поводу невыплаты заработной платы. Даже вплоть до того, что попадает в официальную статистику. Хотя по сути дела забастовка не является это законная законная приостановка. Приостановка работы до выплата заработной платы регулируется отдельной статьей Трудового кодекса. Забастовка не имеет отношения. Ну, например, работа по правилам или итальянской забастовки. По нашим законам итальянская еще можно поспорить, потому что это можно рассматривать как частичное замедление работы. Можно рассматривать как частичное прекращение работы. С другой стороны, если вы укладываетесь в нормативы, то это не является забастовкой. То же самое работа по правилам. В нашей стране забастовкой не является, не считается. Есть страны, где работа по правилам итальянского запрещения. Поясните работа по правилам. Работа по правилам это значит неукоснительное соблюдение всех инструкций, всей техники безопасности. Положено начать, вот вы, допустим, водитель автотранспорта. Добро пожаловать, личный автотранспорт у вас есть. Если вы посмотрите инструкцию к своему автомобилю, то перед тем, как сесть за руль, вы должны проверить давление в шинах, уровень масла, уровень охлаждающей жидкости, уровень тормозной жидкости. То есть минимум, такой минимум работ, отсутствие каких-то повреждений, подтеков масла. Под этим, то есть даже, ну сколько это займет времени? Произвольно. У кого-то 5-10 минут, ну надо с щупом залезть и так далее, а если зима, а если запотело и так далее. То есть даже вот вы подошли к личному автомобилю, вместо того, чтобы прыгнуть, ну просто проведите эксперимент, вместо того, чтобы прыгнуть за руль, завести и уехать. Попробуйте прямо вот с книжечкой посмотреть, сколько у вас займет времени провести такую инспекцию. Да, то есть это определенный бюрократик. Так же и здесь вы приходите, а у вас что-то не хватает, не комплект, вы идете к мастеру, вот я не могу там начать работать. То же самое, ну вот на примере, допустим, у врачей можно рассмотреть, на прием отводится определенное количество времени, соответственно, если строго следовать вот этого установленного времени, то он примет максимум половину больных, которые к нему придут. Потому что кого-то он принимает быстрее, понятно, там ему справку тут написали. Но если он будет на каждого тратить столько времени, сколько у него установлено, то, соответственно, прием будет сформирован. Это один из вариантов. То есть это достаточно такой действенный прием. Врачи на станциях скорой помощи применяли, ну и в некоторых других, так сказать, докеры применяли. Есть это формы, скажем так, творческого подхода, который демонстрирует работодателю то, что есть коллектив и он готов к коллективным действиям. Это вид, разновидность коллективных действий, которые при этом не требуют, скажем так, соблюдения всех формальностей и длительной подготовки и прохождения всех процедур. Но с другой стороны может привести только к какому-то локальному эффекту по большому счету. То есть все равно эти действия не должны быть направлены в итоге на подписание либо коллективного договора, либо дополнений каких-то изменений в коллективный договор, которые касаются улучшения положения работников. То есть любые формы борьбы, которые ведутся работниками, они должны быть подкреплены в итоге документом и дальше уже, так сказать, следить за исполнением этого документа. потому что если этого нет, если это не закрепляется никак, то очень быстро положительный эффект сходит на них. Вы говорили про свободное время при капитализме. Какую роль может играть при капитализме свободное время для работников? для работников при капитализме? Свободное время при любом общественном строе является благом, потому что это время, которое человек может потратить на свое развитие. при капитализме свободное время может быть потрачено в том числе на самообразование, на изучение марксизма, на изучение трудового законодательства, на изучение истории профсоюзного движения, на изучение приемов методов борьбы профсоюзов за интересы работников, на написание проекта прогрессивного коллективного договора. Может быть потрачено на проведение тех же самых профсоюзных собраний, собраний инициативных групп внутри профсоюзов, на обсуждение тактики ведения борьбы с работодателем, ну и на другие всякие всевозможные полезные вещи в том числе ну если так сказать отойти уже от борьбы непосредственно за интересы работников любые формы самообразования это повышение квалификации это оздоровление это спорт и так далее. Другое дело что свободное время становится свободным тогда когда оно материально обеспечено если вам если у вас появилось два часа лишнего времени но при этом в кармане пусто в общем да вы его скорее всего потратите на поиски второй работы и так сказать превратите опять его в рабочие то есть борьба за сокращение рабочего дня и повышение заработной платы должна идти параллель можно вы цитировали Ленина как раз во времен Больбов с Куроменскими как раз он где говорил о том что нельзя отдавать кроническую борьбу политическую и то что вы в конце говорили уховой ситуации современно что у нас в принципе политическая борьба рабочим вестись не может им нечего нечего ставить никаких задач то есть таких которые не глобальные нет сам у них есть право собираться у них есть право обсуждать у них есть то есть все что мы что можно делать это заниматься экономической борьбой чисто экономической политической требования собственно даже не придумали у ленина было о том что нельзя отрывать собственно период это чисто экономическая борьба и в современных политических условиях получается то что предлагается в том числе и вами нет мысль моя была совершенно совершенно в другом но в современных экономических условиях получается ну в смысле политических условиях то есть если нечего добиваться политически ближайших вещей если нет политических лозунгов которые можно предложить рабочим сейчас добавить к экономическим и так далее то остается экономика и справедливо экономизм в городе того значит здесь нет мысль моя заключалась не в том что не нужно вести политическую борьбу но на политическую борьбу пролетариат должен идти организованным и сейчас задача состоит в том чтобы создать политическую организацию пролетариата которая сможет вести эту борьбу с одной стороны с другой стороны сам пролетариат организоваться в класс для себя и сделать он это может в первую очередь в настоящих условиях ведя экономическую борьбу я говорил о том что выступление с политическими лозунгами с политическими требованиями в настоящее время не то что нецелесообразно мы не имеем сейчас такого политического гнета в отношении пролетариата который бы препятствовал ведению его борьбы но политических узнагов которые можно выставить политических требования которые можно выставить маленькие локальные не завоевание коммунизма с этого не начнем можно взять и выставить значит любая политическая что такое политическая борьба давайте вернемся к основам политическая борьба это борьба за завоевание удержание и осуществление государственной власти поэтому другого лозунга какой еще нужен лозунг пролетариату как не завоевание политической власти потому что от этого зависит выживание России мы видим что буржуазия не в состоянии опять так сказать спустя сто лет она оказалась не в состоянии управлять Россией как она не в состоянии ну вот такая особенность российской буржуазии она ущербна вот феодалы могли управлять да они в этот раз они так сказать продержались дольше но все равно мы видим по так сказать результатам их деятельности что просто класс российской буржуазии настолько ущербный что он не в состоянии управлять огромной страной поэтому паралитаристы ничего не остается делать как брать политическую власть в свои руки это вопрос выживания страны это вопрос выживания и и рабочего класса и всех остальных и это задача стоит и никто ее не снимал с повестки дня и рабочая партия россии никогда не снимала это вопрос с повестки дня другое дело что каков путь достижения этой цели это невозможно сделать в парламенте это невозможно сделать создав какую-то организацию которая бы так сказать вошла в госдуму там или даже вплоть до выборов любые органы власти пока так сказать вопрос не решен о политическом господстве в рамках существующего буржуального устроя пролетария своего рабочего класса свое положение не улучшит я вас убедил нет и если говорить о пути да почему мы говорим о экономической борьбе во первых потому что это то чем может заняться каждый на своем рабочем месте это то что дает опыт непосредственной борьбы это дает опыт объединения следующее значит мы знаем что советы формируются из забастовочных комитетов забастовочные комитеты создаются в ходе забастовочной борьбы забастовки у нас разрешены и в любом случае забастовки это борьба экономическая вот когда она переходит в политическую она переходит в политическую когда забастовочные комитеты начинают объединяться между собой но если но если у вас нету забастовок нет забастовочных комитетов нет советов нет партии рабочего класса можно выдвигать любые лозунги но нет субъекта политического в смысле то что советы значит у нас большинство предприятий бастуют власть не может бороться с советами ну в смысле за забастовочными комитетами просто попробовать представить себе это дело в Питере почему власть должна с ней бороться власть юристическая потому что она должна бороться почему она должна собираться с тобой представьте другую картину когда ничего этого нет что это происходит потихоньку загнивает ну это не обязательно потихоньку загнивает это это иллюзия на самом деле может это может просто происходить в форме загнивания оно может очень быстро случиться в форме реакционного буржуазного переворота как это происходит произошло в соседней стране и тогда уже ни о какой забастовочной борьбе ни о каких коммунистических партиях ни о чем говорить не прикупится и что чем это заканчивается заканчивается война только в других масштабах с другими противниками геополитическими поэтому надо смотреть что страшнее наверное фашистский первый раз страшнее да скажите про историю коллективных договоров они появились еще при СССР или же современной России были попытки скажем так отдельные составления коллективных договоров заключения но это не носило такого скажем так массового характера и конечно коллективные договора связаны с принятием основном связаны с принятием нового трудового кодекса где все это было оговорено то есть все эти моменты были прописаны и понятно что коллективные договора появляются там где есть противопоставление коллектива и руководства как представителей собственного премия когда государства было не было представителем собственника предприятия были государственные там немножко по-другому все это регулировалось но тем не менее коллективные договора до сих пор еще скажем так многие работники с удивлением узнают что что-то есть много интересного по коллективным договорам это отдельная большая тема и некоторые работодатели например относятся к коллективному договору как к какой-то священной книге которую ни в коем случае нельзя показывать работникам или можно показать только не выпуская из рук да да пожалуйста вопросов не поступало да Александр хотел бы поучаствовать в распространении партийной газеты куда обращаться можно во-первых в газетах есть телефоны в каждой из газет из наших соответственно можно позвонить по телефону в том регионе в котором он находится там по регионам и предложить так сказать себя в качестве участника можно написать на мой адрес картины но если речь идет о Ленинграде то вопрос от НАТО что делать если по теме политический спектр классовая борьба в современной России получил незачет не будет ли это являться препятствием для сдачи экзамена для того чтобы получить зачет нужно поработать над ошибками я проверю еще раз и если все нормально дальше можно будет сдавать зачет ну как университет получили пару значит пойти на переиздачу допсессии вопрос почему не запрещают забастовки законодательно не запрещают да не запрещают их законодательно для того чтобы не было стихийных забастовок неорганизованных это форма форма борьбы которая разрешена лучше что-то разрешить чем запретить все и получить так сказать те формы которые будут носить разрушительный характер забастовка если она проводится по правилам не несет разрушительного характера для предприятия для собственных предприятий и так далее то есть она вполне приемлема допустима и но если мы возьмем историю забастовок то да история забастовок прошла богатый путь от полного запрещения и уголовного преследования до вполне легальной процедуры но это произошло не само по себе это произошло под давлением борьбы рабочего класса вопросов Масрел Торсона почему в социалистических партиях нет своих предприятий работающих на социалистических а не капиталистических принципах потому что социалистические принципы при капитализме не работают собственно говоря и партий то у нас социалистических как таковых нет но определенные скажем так ну а на отдельном предприятии может быть применена более более справедливая система распределения произведенных благ но здесь во-первых полностью это наемный характер труда не уничтожит на данном конкретном предприятии ну и самое главное что в общем это предприятие рискует разориться и закрыться под давлением конкурентов можно вопрос да а вот насчет вы говорили успешной забастовки докеров и диспетчеров да да как бы диспетчеров у них другие были формы борьбы потому что забастовки им запретили законодатель тем не менее они успешно забивались в свое время вопрос в том как СМИ вообще освещали вот эти успешные забастовки просто чтобы почитать как-то про это в СМИ это я думаю что вы не найдете это не почитайте но на сайте фонда рабочей академии в публикациях в народной правде это широко освещалось можно поднять архивы народной правды да посмотреть хотелось бы неангажированные источники неангажированные что вы имеете вы имеете ввиду буржуазные источники ну с разных сторон посмотреть на СМИ пишут рабочие устроили забастовку а если правильно подумать они ее организовали они ее не устраивали не организовать а СМИ всегда пишут устроили стихийно с нарушениями или какие нарушения если не платят на неделю зарплату ты должен уже идти должен там написано в таком неангажированных источников СМИ вернее неангажированных СМИ в буржанном обществе нет кто платит тот и заказывает материал поэтому освещение будет такое как надо да народная правда финансируется на сборы да так сказать на партийные взносы и пожертвования профсоюзных организаций поэтому освещает позицию работников вопросов Андрея Кармина можно ли объединиться с КПР движением Буточкина для решения этого единства левых вообще возможно ну как справедливо всегда говорит Михаил Алексеевич Попов по этому поводу объединяться надо не с кем-то объединяться надо с рабочим классом что касается каких-то действий общих ну это зависит от конкретного момента возможно такой момент когда-нибудь настанет но объединяться организационно с ними нет никакого смысла идеологически мы с ними расходимся поэтому пока ни о каком объединении речи не быть не может что касается Платошкина ну да и он новый социализм всегда опять-таки вопрос совершенно справедливо ставится совсем был плохо просто научный социализм почему тогда новый социализм новый социализм оказывается на поверку рыночным каким-то социализмом и так далее все это еще со времен перестройки по-моему навязывал в зубах только люди которые тогда еще не жили и могут думать что здесь есть что-то новое как писал Лилин вместе бить по-руссети последовательность путают да только надо понимать что те люди никого бить не собираются они так сказать тем более руку которая их кормит чем КПРФ всегда шла так сказать в струе государственной власти всегда была справящим классом депутат социалистические принципы при капитализме не работают что можно прочитать на эту тему почему не работают потому что есть определенная форма общественного производства при капитализме эта форма основана на противоречии между трудом и капиталом есть класс собственников которые владеют средствами производства есть класс наемных рабочих которые им не владеют которые продают свою рабочую силу и соответственно для того чтобы жить а собственник средств производства получает прибавочную стоимость за счет той доли труда которая им не оплачивается и для того чтобы изменить это отношение производства необходимо изменить форму собственности форму собственности то есть уничтожить частную собственность средства производства когда средства производства переходят в общественную собственность соответственно у нас меняются отношения в производстве, нет как таковой прибавочности, ну вообще, так сказать, стоимость исчезает, потому что труд перестает быть наемным. Нет обмена, и, соответственно, вы не можете избежать обмена в той или иной форме при товарном хозяйстве. Это неизбежный обмен. Поэтому социалистический принцип, который заключается в том, что производство при социализме не товарное, нет обмена, нет стоимости. Почитать это можете, например, «Трудовая теория потребительной стоимости» Ельмеев, это хорошая книжка. Трудовой коллектив может быть собственником производства? Ну, трудовой коллектив, собственно говоря… Правда, по-моему, у вас трудовой коллектив или коллектив редакционный собственник был, или я что-то… Нет, связь с собственником он может быть, но газету мы же не… Понятно, в принципе, трудовой коллектив предприятием может быть собственником. Нет, может быть. Почему? Может быть собственником, конечно. Ну, если вы обвиняете, вы можете… каждый человек может быть собственником производства, средств производства. Да, индивидуальное предпринимание. Индивидуальное предпринимание. Просто, а если в этом плане будет хорошо один трудовой коллектив, другой трудовой коллектив? Да. Значит, может быть действительно несколько… Этот путь не ведет… Этот путь ведет к тому, что вот эти трудовые коллективы будут эксплуатироваться крупные собственники средств производства. Это, по сути дела, та же система, как система кустарей. Вот вроде… Ну, вот в свое время, да, как Ленин об этом писал, большая работа. Конечно. Вроде как кустарь, у него есть свои средства производства. Он там что-то, так сказать, шьет там, изготавливает. Вроде как он работает на себя. На самом деле он подвергается еще большей эксплуатации, потому что зависит он от поставщика сырья, от скупщика, которые определяют цены. И Ленин очень хорошо это показывает, что зачастую доходы этих вот собственников средств производства меньше, чем доходы наемных работников. И живут они хуже, чем наемные работники. Так же и здесь то же самое, потому что предприятие, оно же не в вакууме будет находиться. Ему нужно будет закупать сырье, ему нужно будет закупать электроэнергию, его нужно будет отапливать, ему нужно будет вывозить отходы, ему нужно будет продавать как-то свои товары. Причем продавать оно будет не по тем ценам, которые они захотят, и не по тем ценам, которые регулируются рынком, то есть спросом и предложением, а тем ценам, которые установят монополисты на рынке. Ну и соответственно, как только они выйдут со своим прекрасным товаром, в котором, так сказать, вложен их труд, и их вынудят продавать эти товары ниже стоимости, очень быстро все это сойдет до нет. А то, что их вынудят, ну скорее всего, так оно и произойдет. А если мелкие предприятия, если мы как в истории говорим, как говорили, то, что ленинский народный мир боролся, то непонятно, они тянули в другую сторону. А если Киллевский завод будет его собственный как коллектив трудовой, условно? Ну то есть предприятие же может быть достаточно крупным и иметь форму собственности, в том числе такую. Акционерное общество? Вы просто коллективные капиталисты и все. Совершенно верно. Совершенно верно. Форма собственности даже, ну это не изменит, потому что форма собственности все равно останется частной. Все равно будет частная собственность. Частная собственность коллективная. Создали нового работника, добавили его в собственники. Уволили, убрали свою страну. Ну это вот то, что предлагается утопическими социалистами. Ну вот так в принципе коллектив должен соорганизоваться и монополию устроить как на свой труд, а не на собственность капиталистов. На свой труд как на монополию в пределах страны устраивать. Что с Владимировичем? Нет. На самом деле совершенно справедливое замечание. Поскольку рабочие являются продавцами рабочей силы, для того чтобы занять монопольное положение на своем предприятии, они должны объединиться. Как раз это можно сделать на отдельном предприятии. Если продавать не в одиночку, не в розницу, а выступить все вместе. Другое дело, что понятно, что это в моменте улучшит положение. Потому что, ну и другие приемы может применить собственник. Он может просто закрыть, допустим, предприятие. Например, если будете слишком хорошо бороться, соответственно предприятие закроют. Или реорганизуют, или еще что-то. Масса различных вариантов. То есть понятно, что любые успехи рабочих при капитализме, они носят временный характер. Об этом Ленин всегда писал и подчеркнулся многократно. Более того, все, что достигнуто этой борьбой, может быть в течение некоторого времени путем разных ухищрений отобрано назад. Самый простой способ – это та же самая инфляция. Есть шансы какие-то на борьбу к успешному работникам, которые выведены на аутсорсинг? Ну, не промышленные… По аутсорсинг… Ну, если они формируют какой-то коллектив, то может быть. Ну, те же самые… Ну, что такое аутсорсинг? Вот, допустим, на тот же самый Балтийский завод по аутсорсингу достаточно много специалистов набирается. Но они тоже… Они же формируют все равно временный коллектив определенный. То есть, есть рекрутинговое агентство, которое… Это агентство по обеспечению занятости, которое собирает там людей по всей стране. Они объединяются и, так сказать, дальше уже… То есть, они заключают договор с этим рекрутинговым агентством, оно их перепродает, будем говорить так, в какой-то другой фирме, которая занимается, ну, субподрядчику, да, который уже заключает договор с подрядчиком. Вот у них сформировался определенный коллектив, пускай он временный. То есть, они, по идее, уже на этой стадии могут объединиться. Другое дело, что у них, понятно, они друг друга не знают, это сложно сделать. Люди годами работают на одном предприятии и не могут объединиться, чтобы побороться за коллективный договор. Здесь людей, которые там вчера друг друга узнали, естественно, друг другу могут не доверять. Другое дело, что, зная о том, что существует такая форма занятости, может быть, имеет смысл заранее, так сказать, договариваться между собой. Люди одной специальности, которые знают, что они работают по аутсорфингу, допустим, в основном. Те же самые электрики, что их соберут между собой договориться заранее. Мы там договариваемся наниматься за такие деньги, на таких условиях. А получается на деле как? Что людей собирают, нанимают, они отрабатывают, так сказать, свой контракт. В конце выясняется, что денег им никто не заплатит или что. А они идут к своей организации и говорят, нам не заплатил, значит, этот субподрядчик. Субподрядчик говорит, ничего подобного, мы деньги там по акту все перечислили, все. Спрашивайте с него. А у вас есть чего? Мы вам можем заплатить. Ну, это реальный пример. Я видел видеозаписи. Он их спрашивает, ребята, а у вас трудовые договора подписаны с вашими? Три месяца они там отработали. Нет, не подписаны. А почему? Ну, вначале там у них бланков не было, сказали, потом подпишем. У них нет, они даже работали без всякого оформления. Современная форма рабства. Да, но эта форма связана с тем, что люди просто сами, так сказать, неграмотные и не готовы отстаивать свой даже минимальный интерес. То есть писать договор. И, естественно, от чего я вам заплачу? Я вас не нанимал. У вас договор с той фирмой, с которой фактически договора нет. Ну, теоретически, да, в суде можно попробовать, потому что фактически они работали. То есть надо будет доказывать, что он работал, выполнял трудовые обязанности и получал какие-то деньги там. Опять же, когда заключается договор, там указывается минимальная заработная плата без премиальных, будем говорить так. Для чего это делается? Для того, чтобы меньше нанимать или меньше платить налогов. Соответственно. Когда приходит время платить, окончательно закрывать, вот это будет, пожалуйста. Вот у вас прописано в договоре, вот это получено. А что делать сотрудникам, которых переводят на аутсорс? Ну, вот, например, они услышали или слух какой-то, там, за два, за три, за четыре дня. Ну, когда короткий срок такой. Что значит переводят? Ну, вот есть какое-то определенное предприятие, определенная, там, профессия, ну, скажем, упорщица. Вот им говорят за неделю, там, ну, слухами, на уровне слухов, не на уровне официальных документов, на уровне слухов, что вас переводят на аутсорс. У нас на заводе так. То есть их выделяют в отдельную, в отдельную… Да, да. Что им делать? У них есть какие-то шансы противостояния? Ну, с одной стороны, вроде как да, это ухудшает их положение, с другой стороны, вот эта аутсорсинговая фирма, если это какое-то локальное, да, так сказать, мероприятие, ну, локальная организация, то есть из этих же людей. В принципе, у них получается коллектив маленький, да, в котором они могут уже работать. Хуже условия труда. Нет, нет, смотрите, дело не в этом, дело не в этом. Вот они работали, допустим, в большом коллективе, да, то есть там, допустим, работает тысяча человек, а уборщица 30 из этих, ну, будем говорить. Значит, для того, чтобы заключить коллективный договор, нужна половина. Нужно пятьсот человек, пятьсот один человек, чтобы подписал этот коллективный договор. А если у них фирма с 30 человек, так у них 15 человек всего. Поэтому, наверное, если это так, то можно воспользоваться вот этим, так сказать, выделением в отдельную организацию. Другое дело, что они могут всех уволить, конечно, в один день. И набирать нового. Они могут за лаву расторгнуть просто с этой компанией, все это что-то. Нет, они в том-таки, что там уволят, да, может наберут, может, ну, то есть... Нет, я имею в виду, что вот в самой, ну, сами они ничего не сделают. То есть за них должен вступаться большой коллектив, да, и прописать, допустим, в том же самом коллективном договоре должно быть прописано, что изменение штатного расписания там по согласованию с профсоюзом. Это изменение же штатного расписания, изменение. А профсоюз не согласовывает. Ну, или даже с учетом мнения, все равно. То есть если они меняют, мнение они учли, протокол разногласия уже повод. Но сами они вот локально, в своей группе это не сделают. А штатное расписание это, то есть состав штата работников? Штаты, да. Там прописано должности и количество работников на должности. Если там были, в штате были уборщицы, их убирают из штата, выводят за штат, значит меняется штатное расписание. Если в колдоговоре есть этот пункт, что там с учетом мнения профсоюза, даже с учетом мнения, не согласование, то в принципе это уже повод. Процедура в следующем заключается. Что такое учет мнения? Это работодатель три дня ждет, что у него лежит на столе мнение, что он говорит, мы учили, но не согласно. Но это повод уже составить протокол разногласий и, собственно говоря, начать трудовой спор. Трудовой спор, да, может через примирительные процедуры. Другое дело, что для того, чтобы этим заниматься, как бы это должен быть навык. А здесь вроде как, ну, большинство скажет, ну, это что там, нам какая разница, как там уборщицы. У нас они работали на предприятии или там сторонние. Ну, я к тому, что сегодня уборщицы, завтра лет. Да, ну, так и получается. Более того, есть же такие формы, когда, допустим, переводят на индивидуальный контракт. То есть, вроде как ты не работник предприятия. Да, да, да. Тебя нанимают как ККП для выполнения работы определенной. Ну, там, правда, срок говорим, то есть, это не больше года, может быть. Ну, потом продлевается, перезаключается, вернее. В любом случае, если нет коллектива, если коллектив не готов вступаться, так сказать, и бороться за свои права, ничего не будет. Тут будут разные хитрые схемы применяться в интересах работодателей. Все равно без борьбы ничего не получится. Это должен быть основной вывод. Ни экономической борьбы, ни политической, никакой не будет. Борьба страшная. Ее можно начать и закончить нельзя. А если ты сидишь и не борешься, то в любой момент можешь начать. А если начал, то закончить уже и не можешь. Вот такая ситуация. Да. Вся жизнь, ну, вообще-то, вообще-то, вся жизнь борьба. Борьба начинается, извините, с первого вздоха и до последнего продолжается. Так, по-моему, пока ты навстречу ведешь, даже к собственному начальному, он может на тебя наступить и переступить, хотя бы тебе глаза говорить, что через полгода все будет нормально. Надо искать товарищей всегда. То есть надо искать единомышленников. Нужно объединяться. Потому что борьба одиночек, конечно, перспективы никакой не имеет. Можно тогда к политике вернуться. Но только на очень коротких моментах. Как я понимаю, у нас все-таки и есть партии, и в этой партии есть газеты. Если я правильно понял, у нас народная правда. Ее можно, сайт или что-то. Или она вообще является условным переводом партии? Да, конечно. Она имеет сайт, она имеет, потому что что-то так скобу я не нашел ее. Вернее, нашел что-то, но неоднозначное. Да, есть сайт Рабочей партии России, официальный сайт. Значит, первое, второе. Есть сайт Фонда Рабочей Академии. И есть сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии, где выложены все номера народной правды. Ну, я на память не напишу ОМНОЕ. Не, 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 не вопрос. Да, да. Вот если говорить о номерах народной правды, то они там уже вышли. И актуально ее выкладываются. Актуально ее выкладываются, да. Просто это как-то глубоко. На сайте одного из отделений. Да, глубоко, эшелонированная система. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.